Они должны убирать вот этот вот мусор, который мы видим, что он у нас лежит даже уже не первой свежести, а видимо даже с прошлого года, а может быть и зимы. В нескольких минутах ходьбы от городской администрации активисты УНФ находят первые нарушения. Вдоль бордюров улицы Елькина полно грязи и мусора. При выпаде осадков вот это все растворяется, стекает на дорожное полотно, на тротуар, соответственно, пешеходы портят свои обувь, грязнятся машины. По контракту уборка улиц, ремонтом бордюров и очисткой тротуаров занимаются подрядные организации. На весь город их несколько. Общий бюджет работ на два с половиной года – несколько миллиардов рублей. Но при таком, казалось бы, достойном финансировании активисты находят массу недочетов. По условиям контракта до конца июля должны были провести очень много мероприятий в том числе, нанести разметку. Прошли несколько перекрестков и видим, что не везде она сделана. И даже можно сказать, что много мест, где ее нет. Зебру и стопление должны были нанести до конца июля. На некоторых участках даже видны небольшие отметки. По словам активистов, чиновники зачастую просто не видят таких нарушений контракта. Значит, попали акты выполненных работ, которые принимает город. И вот, по сути, мы сегодня увидели как раз эту уборку дорожного полотна. Мы сейчас говорим про содержание дорожного покрытия в городе Челябинске. И очень много, по сути, нарушений. И непонятно, почему во время актирования не все их видят. В Комитете дорожного хозяйства заявили, все обращения от УНФ отрабатывают и перепроверяют. При подтверждении нарушений составляет предписание. Конечно, не просто визуально. Есть техническое задание, есть нормы для определения дефектов. Есть сроки на устранение. То есть, просто сказать, что там грязь, да, может быть, грязь, она появилась буквально час назад или два часа назад. Может, она сутки появилась. А на устранение трое суток дается. Наталья Котова неоднократно отчитывала заместителя по дорожному хозяйству Максима Кулешова. Мэр на нескольких аппаратных совещаний заявляла, что иногда во время инспекции просто не видит работу подрядчиков. Ну, тогда вопрос. Если мы видим мусор днем, например, да, в начале первой половины дня мусор видим, тогда, получается, люди не выходили на эти участки? Ну, по каждой улице предметно разбираемся. Да, с подрядчиками разбирайтесь. Если они выходят с 5 до 7, убирают, значит, вот к 7 утра уже город должен быть чистый тогда. Городоначальник поручил подчиненным штрафовать нерадивых подрядчиков, если найдутся нарушения. Информацию о множестве дорожных недочетов активисту НЭФ тоже предоставят в администрацию.